Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 16 мая, вот как нам обещали, дождик на ночь. Дождик немножко прошел, но чтобы вы поняли какой он был, сейчас вам покажу. Видите, как капельки выборочно, даже пыль не прибила. Единственное, что сейчас солнца нет, немножко пасмурно, и от этого так хорошо, свежесть такая. Но все равно 16 градусов, днем сегодня будет 24, это единственный день с пониженной температурой. Завтра опять 27, послезавтра 28, опять начнется вот эта удушающая жара. Сегодня раз день немножко пасмурный, выставила вот на глаза, чтобы мне попадалась она целый день капуста. Хочу сегодня высадить капусту, как вы видите, я ее как посыпала, помните, показывала по дорожкам разные сорта. Вот она у меня так, как я говорила, что выросла, как квашня вся разрослась, я ее еще не рассаживала. Тут вот видно отдельно, что вот пекинка, вон там цветная, вот это брокколи. По форме листа она различается, ну и там по рядкам. Вот буду сегодня рассортировать и хотя бы какую-то часть капусты высадить, пока пасмурная погода. Потому что я всегда говорю, что в жаркую погоду она очень долго болеет, ее надо и прикрывать, и поливать. Но она, короче, больше, более капризна, более восприимчива к жаре, чем томаты. Томатам-то что, хорошо утром вышел, они все опять вот так вот листья встали, воспрянули. Вчера по утру я успела снять несколько видео по вашим вопросам, по комментариям. Монтировать все в один день не успеваю, поэтому некоторые видео вчерашние и позавчерашние выложу только сегодня. Постаралась коснуться всех тем, но еще там были вопросы про фитофторы. Про фитофтору я еще не снимала рано, постараюсь начать, но я в прошлом году снимала 6, прям по порядку. Фитофторы 1, фитофторы 2, фитофторы 3. И признаки заболевания первые, и причины возникновения, меры в профилактике, народные средства, какими можно средствами. Я одно видео сниму нынче, а остальные дам вам ссылки на видео прошлогодние. Потому что такое количество снимать каждый год повторно, это сложно. И по продолжительности они большие, количество материала большое, количество времени занимает большое. Сейчас пройдемся по участку, я вам покажу, где что у меня изменилось и про что видео я сняла, которые вы можете уже посмотреть. Вчера сняла видео про балконные томаты, про формирование вот таких томатов, которые выращиваем в ведре. Сегодня я его смонтирую, к обеду выложу. Хочу показать, вот на черной агроткани видно, какой обильный был у нас дождь. Тут 5 капелек, там 3 капельки выборочной, чуть-чуть как бы сбрызнул из каких-то там остатков. Где-то, наверное, льет, а нам чуть остатки вот так вот, раз с руки и все. Ой-ой-ой. Вчера снимала видео про томаты на заваленке и пришло много вопросов, что это за сорт такой весь увешанный завязями. Это сорт челнок, очень хороший, урожайный, но он не очень крупные плоды, зато он скороспелый, ранний. Вышло видео о том, как я высаживала вот эти на заваленке, спрашивают, какие сорта. Сейчас все перечислю. Тут у меня идет петруша, потом сибирская тройка. Они одинаково идентичные, просто у них разный цвет плода. Плоды перцевидные крупные, но у петруши розовой, у тройки красный. Потом идет, так, это все тройка. Видите, немножко другая. У нас такое обилие птиц, что птичий помет прям с неба валится на нас. Вот это идет, это госпожа удача. Тоже такое строение у нее, видите, она такая будет. Это госпожа удача. Потом, это щавель мой. Потом сибирский гроздевой 4 на пробу посадила. Это новый сорт, и он отличается, видите, как-то и цветом листа, и строением листа. Это у меня новинка. Дальше идет чудо земли и немножко снежных томатов. Метелица, полюс и снежная сказка. Также спрашивали, какие именно я высадила вот эти на горе. Я упомянула только Настеньку. Здесь у меня тоже все такие, вот эти мои толстоногие. Это Настенька, Демидов, Алтайский сюрприз и Жаростойкий. Их, если другие, как я вот там показывала, какие-то я высаживаю по 2, по 4, то их я высаживаю очень много. Это наша вот сибирская серия. Это основная часть всего моего вот огородного населения. Ну и вчера же высадила томаты в чудо-теплицу. Тоже сейчас видео сегодня смонтировала, сейчас выкладываю, посмотрите, какие сорта, какая схема посадки. Все тут уже почти готово. Вот сегодня хорошо, не жарко, а вчера вот этот тент этот очень помог предохранить от палящего солнца, потому что здесь мы еще на горе, еще 28 градусов, очень сложно высаживать в открытый грунт. Все, вот теплица, чудо, высажена. Сегодня теперь на очереди перцы и баклажаны будут тоже в парничок высаживать. Сегодня у мужа выходной, будем стараться вот здесь, в уральской теплице, натягивать тросики, потому что томаты уже огромные, им уже нужна какая-то поддержка. Вот ждала я его до выходного, потому что сама я туда лезть и боюсь, очень высоко. Ой, шмель залетел. Еще одна новинка этого года, у нас же малыш-подросток теперь понимает, что такое помидорки, что такое огурчики. Я решила в этом году, я всегда говорила, что черри сильно не увлекаюсь, не выращиваю, решила в этом году специально для него посадить побольше черриков. Вот тут и афро-черри, и вид черри, и бычий глаз, все-все-все. Но чтобы они мне в огороде не мешались, я в мешках их посадила в полисадники, и хочу вверх протянуть нитки, ну, под окном, короче, как декор и как для Марика лакомство, маленькие сладкие черри. Ну вот, пока я минут 10 ходила по огороду, все, пасмурность прошла, выглянуло яркое, яркое солнце, и, конечно, этот год я могу с полной ответственностью назвать аномальным, потому что весь май стоит теплая, жаркая погода. У нас каждый год в мае обязательно был или снегопад, или град, или метель, любые какие-то снежные, короче, осадки. Как сейчас помню, 37 лет назад, ровно 16 мая, я смотрела из окна роддома, родила первого своего, когда сына, и все деревья зеленые были склонены под тяжестью снега, и кругом снег был белым-бело. И это мы, конечно, удивлялись, когда в средине мая выпадал снег, но это было нормальное явление. И просто раньше я, конечно, мне было всего 21, по-моему, что ли, год. Я не очень огорчалась из-за того, что снег выпадал, потому что у нас не было своего огорода, мы не занимались, жили у свекровки. И просто красиво и красиво сейчас. И вот я к чему говорю, что и 37 лет назад, и 10 лет назад, и год назад, когда я здесь в снежки с Марком играла, у меня были уже высажены томаты, каждый год у нас в мае обязательно был снег. Или меньше, или больше, или до сугробов. В этом году не было, и прогнозы такие выставлены, что, наверное, уже и не будет. Год, короче, аномальный. Все, желаю всем успеха. Передаю эту сафетную палочку. Желаю, чтобы на следующий год такой аномальный май был в другом районе, потому что я читаю комментарии, смотрю прогнозы погоды. Такие ужасные там и морозы, и снегопады, и метели. Мы все это переживаем всегда, каждый год. И вот нам нынче дала природа отдохнуть от таких ужасных явлений, когда томаты уже высажены, а сверху падают снежинки или градинки. В этом году мы прям счастливы. Все, желаю всем такой же погоды, как у нас. Вот, привезли вчера бочку под воду. Муж покупал, я говорила. Вот за эту бочку отдали 5 тысяч. Это ужас. Конечно, затащить такую бочку – это целая проблема. Для того, чтобы вот этого бочонка для новой уральской теплицы занести, пришлось открыть с черного хода вот эти ворота огромные у нас, ну, с другой стороны огорода, которые предназначены для того, чтобы навоз, ну, перегной завести можно было и выбросить. Вот теперь муж и сын будут как-то стараться ее туда продвинуть. Это сложно. Она ни по каким размерам в наш огород в крошечную не подходит. Для новой бочки, ну, она совсем не новая, но у нас она новая. Для новой бочки вот специально место тут соорудили. Она будет стоять не на каких-то железных подпорках, потому что она, наверное, там тонна воды, наверное, не выдержит никакие подпорки. Вот установили старые поддоны, которые валялись у нас дома очень давно за гаражом. Пригодились наконец-то. Вот будет она здесь в углу стоять, никому не будет мешать. Вот сразу сесть за видеомонтаж было некогда. И, ну, работало. И как раз хочу сразу добавить, сегодня у нас опять какая-то буря штормовая, прям пыль несет все. Вот такая ужасная погода. И как раз проходит испытание моей чудо-теплицы. Видите, как она трепещет. Вот как раз буду смотреть, удует ее или не удует, и что с ней случится. Ну, деревья, вот видите, за ней. Сейчас покажу. За ней сзади дерево. Его прям всего трепет. Ну, и теплица тоже, конечно, ходит ходуном, вот эта ткань. Вот как раз я посмотрю.